Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я встречаюсь с молодым человеком почти год, и пишите вы, что было хорошо. Ну, здесь очень важно понять и отметить, что именно всё было хорошо. То есть хорошо – это оценка. Хорошо – это оценка, это, грубо говоря, соответствие ситуации некоторым, ну, пускай, внешним факторам. То есть это такой вот набор характеристик, набор условий, которые делают вашу жизнь, ну, хорошую. Вот. То есть, чтобы всё было хорошо, это ничего не говорит, ни о чём не говорит. Важно знать, как чувствовали себя вы, как чувствовал себя молодой человек, эээ, что чувствовали вы, что и что, эээ, чувствовал молодой человек. Вот эти вещи важны. А, эээ, то, что всё хорошо, ну, это, эээ, не совсем понятно. Кому хорошо, эээ, что понимается под хорошо. Эээ, согласен ли молодой человек, ваш, с тем, что всё хорошо. То, что у вас хорошо, означает ли хорошо для него, то, что хорошо для него, означает ли, что хорошо для вас. То есть, вот тут вот есть моменты, на которые нужно обратить внимание ваше. В последнее время он стал каким-то агрессивным, впечатлением. Ну, эээ, агрессия – это защита. И, соответственно, защита важна, когда человек испытывает страх перед чем-то. перед чем-либо, испытывает страх. Да? Давайте, вот, подумаем, что, если человек видит в чем-то угрозу для себя, то что это может быть за угроза? Почему? Эээ, агрессию молодого человека вы, вы воспринимаете на свой счет, на свой счет. То есть, молодой человек, условно говоря, защищается, потому что он видит в чем-то угрозу, но вы принимаете на свой счет то, что, то, что он делает. Ну, ну, то, что он поступает. Так. Опять же, последнее время – это какое? То есть, в какое последнее время? Что из себя представляет это последнее время? Это месяц, день, неделя, год, ну, год – вряд ли. Месяц, неделя, день. Что произошло в это время, что он стал агрессивным? Нужно это проанализировать. То есть, это никак не раскрывает парадигму проблем. Дальше. Вы пишите. Я очень часто плачу, могу просто без причины. Это… э-ммм… надо исследовать, что, здесь важный вариант. відома чего? Я не уверен, но вы данный симптом подаёте, как аксиому. То есть слезы без причины могут быть проявлением различных проблем, в том числе физиологических проблем, но и психологических тоже, как справедливо заметил мой коллега Игорь Летучий. И, соответственно, нужно понять, почему вы плачете. Чисто внешне, не углубляясь в суть, вам себя жалко, вам себя жаль, и вы себя жалеете, потому что, вероятно, недостаточно заботитесь о себе, недостаточно реализуете свою позицию и отстаиваете свои интересы. Ещё раз, я могу быть не прав здесь, я могу неправильно ситуацию понимать, но слезы, слезы, вот чисто, если мы берём, чисто внешнюю сторону, это жалость к себе. Жалость к себе возникает тогда, когда человек себя недолюбливает. То есть всё значит, что недолюбливает. Недолюбливает, это значит, что на какие-то вещи он пытается закрыть глаза себе. То есть человек не целостен. вот, и жалость к себе, значит слезы, возникает как компенсация вот того, что индивид в себе подавляет. Конечно, слезы могут быть и следствием обиды, но давайте обиду пока вы о ней точно не говорите, да, обиду давайте мы всё-таки трогать не будем, потому что обиды это немножко уже другая история и немножко другое направление. Хотя схожие элементы там и есть, но сама картина, сама динамика при обиде немножко другая. Дальше. Постоянно накручиваю себя во время нападки грусти и опять плачу. Могу говорить то, о чем потом пожалею. Так, ну, если речь идёт о накручивании, то тут можно констатировать факт навязчивых мыслей, механизмы навязчивости, которые связаны опять же с тем, что вами игнорируются ваши чувства, ваши желания, вы не удовлетворены. вы описываете в том числе и параноидное состояние, именно параноидное, не параноидальное, а параноидное состояние, когда вы склонны подозревать что-то, вы склонны в том числе, вот, ну, играть в детектива, скажем так. Параноидность возникает из-за отсутствия доверия к себе, то есть, вот, самым простым языком это объяснить можно через факт того, что вас всё время убеждают в неправильности, в неверности ваших представлений и ваших чувств. И, например, вы чувствуете, что что-то не в порядке, да, и вы говорите, допустим, ну, молодому человеку своему об этом. А молодой человек говорит, нет, что ты придумываешь, что ты выдумываешь, всё в порядке, всё хорошо, вот, и вы, соответственно, оказываетесь между двух огней. С одной стороны, вы чувствуете, что что-то не так, с другой стороны, молодой человек логически вам, в принципе, объяснил, что всё в порядке, и возразить им вы не можете. И вот, чем дольше индивид остаётся в такой позиции, в таком положении, тем больше у него вот его чувства, они мистифицируются, то есть они приобретают роль такого чуть ли не божественного предвидения, проведения и прочего. и с одной стороны, есть реальный мир, а с другой стороны, есть вот эта вот копящаяся лавина, копящаяся лавина эмоций, эмоций, которых не признают, существование которых не признают. И так возникает паранос. Поэтому речь здесь идёт о недоверии в себе. Ну, опять же, это перекликается с тем, что вот вы что-то в себе не принимаете, да, то есть вы не целостны. Здесь вот есть такая, такая связь, к сожалению. Вот. То есть, видите, у нас тут и навязчивость, и параносное состояние. Вот. Ну, со всем этим можно успешно работать. А тут проблем никаких, никаких. Далее. Говорю о том, значит, говорю то, о чем пожалею. О чем жалею потом. Смотрите, здесь с одной стороны идёт стыд. Обесценивание, с одной стороны, себя, с другой стороны. Это проявление неумения себя защищать, оставить поинтересу. А с другой стороны, обвинение. То есть, вы склонны себя обвинять. Обвинение – это внимание к себе. То есть, вот через обвинение вы компенсируете недостаток внимания к самой себе. И до тех пор, пока вы себя будете винить за слова, которые сказали, вы будете это продолжать делать. Потому что целью того, что вы делаете, и является обвинение. Когда вы себя обвиняете, вы чувствуете себя более значимой, более важной, в общем, более живой. Обвинением вы замещаете потребность во внимании. Ну, может быть, в семье у вас были достаточно отстранённые родители. Вот, и обращали на вас только внимание, когда только вы что-то делали не так, не так. И получилась вот такая немножко мазохистическая позиция. Позиция. Мазохистическая привычка, мазохистическая форма получения внимания. С другой стороны, когда человек говорит то, о чем жалеет, то есть то, что не совсем соответствует тому, что он думает, 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 что он думает. лавинообразно и работают по принципу переедания. Что такое принцип переедания? Ну, это когда индивид долгое время испытывая голос, добирается наконец до еды и переедает. То есть ест больше, чем он может съесть. То есть не чувствует он вот этой вот грани, когда хватит, когда нужно остановиться. Почему не чувствует этой грани? Ну, самый простой пример, это самое простое объяснение, это потому что чувство сыптости приходит не сразу, но это очень физиологическая история и у каждого по-разному, поэтому мне кажется, это объяснение, оно локально. А вот глобально можно объяснить эту позицию тем, что человек настолько вот сильно испытывает чувство голода, голода столь жадно ест, что не ощущает за своим чувством голода и за желанием его удовлетворить, не ощущает других чувств, которые других ощущений даже, которые могли бы его предупредить о том, что уже хватит. вот. И здесь, когда вы говорите о том, о чем потом жалеете, здесь то же самое. То есть чем сильнее вы сдерживаетесь, тем более тщательно потом вы говорите о своих эмоциях, о том, что вас волнует и не чувствует, что нужно уже прекратить, прекратить. Вот. Что это носит такую компенсаторскую роль, компенсаторскую маску, вот. И связано с тем, что вовремя каких-то вещей вы не делаете. Скорее всего вы опаздываете, реагируете. Соответственно. Дальше. Когда мы вместе вроде все хорошо. Ну опять все хорошо, что такое все хорошо, не очень понятно здесь. Но, иногда я его выпью, чтобы не знаю, чем он делает себе больно. Аутоагрессия с одной стороны. С его стороны это аутоагрессия, это его личная проблема, с этим ему нужно обращаться к психологу, потому что аутоагрессия это, в общем-то, серьезная проблема. Ну а то, что вы его выбешиваете, опять же, это его восприятие, то есть понятно, что здесь и вы что-то делаете, но в основном это его восприятие, вашего поведения. Если ваше поведение свободно, если ваше поведение непроизвольное, то это исключительно его трудности, что вы его выбешиваете. Правда здесь я вижу вас, у вас страх его потерять, и если так, то это довольно обесценивающее восприятие людей вообще, как предметов, как вещей, и это своего рода зависимость от молодого человека, потому что вы думаете, вот я его потеряю, и что со мной будет дальше. А также речь можно вести о нереализованности вашей самой ситуации. Молодой человек слишком важен, а что вы сами по себе представляете без него? Вопрос. Может быть здесь имеет место быть и страх одиночества, характерный для людей, которые не являются целостными и игнорируют свои чувства. Может быть здесь и страх быть брошенной, это уже из детства, из негативного опыта взаимодействия с родителями, которые, например, часто, часто оставляли вас одну, и вы думали, что это из-за вас, ну, это наказание. То есть родители не могли правильно донести до вас идею, почему они вас оставляют. Что при общей холодности и отстраненности ваших родителей могло и привести к тому, что теперь вы боитесь молодого человека потерять. Конечно, ваше поведение нужно анализировать, то есть нужно смотреть, как именно вы себя ведете с молодым человеком, какая вы женщина, как вы проявляете себя, как женщина проявляет ли вы себя, как женщина и так далее. Иногда я могу сказать что-то очень глупо. Это обесценивание и оценка, что определяют глупость. Потом жалеть об этом. Ну, опять же, это как я и сказал, чувство вины и обесценивание того, что важно. Потому что, когда человек говорит глупость, он, как правило, говорит то, что является самым главным вообще. Вот. Так, селеть об этом, но парню сделаю больно. Здесь у вас раздуты несколько фономнений, опять же, это компенсация за обесценивание, потому что парню сделать, что вы не можете, а потому что вы другой человек. Парень может сделать больно только себе, если не принимает, что там, о чем вы говорите. Вот. Ну, вы сделать больно никому не можете. Здесь вы, у вас, такая своего рода мания величия. Вот. Вы думаете, что вы можете сделать кому-то больно, кому-то больно. Вот. Это на самом деле, это не так. И опять же, здесь я лично вижу компенсацию своей незначимости. Или недостаточную значимость. Я очень устал вести себя так, устал оплакать. А если вы устали, значит, что-то из этого вы делаете через силу. Что-то из этого вам тяжело. Что именно? Тяжело. Что именно вы делаете, ну, скажем так. Что именно вы делаете через силу. Тихо. 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 Дальше. Парень иногда не говорит, где он естественно. А зачем вам это надо? То есть, нет, вот тут есть ощущение, что вы ориентируетесь слишком на него. То есть, ну, какая разница, сказал он мне, нет. Вам-то нужно думать о себе. Вам-то желательно смотреть на то, куда вы идете, скажи. Вот. А не ориентироваться там на того, на то, где кто-то и что. Не говорит, как прошел день. А зачем вам это, опять-то? Зачем? Зачем? Есть ощущение, что вы в этом нуждаетесь. Но, если вы в чем-то нуждаетесь, то получается, что ответственность за то, в чем вы нуждаетесь, вы прикладываете на молодого человека. Это не круто. Дальше. Запрещают брать его телефон. А зачем брать его телефон? Это личная граница. Личная граница. Опять вот. Зачем? Для чего этого? Раньше все это можно было. А что именно? Все это. Все это. Опять же, что-то изменило. Что изменило? Скорее всего, вы потеряли ценность для своего молодого человека. Из-за чего? Из-за своего поведения. Поведения и отношения к себе и к нему. Я уверен, что он не изменяет. Но это поведение напрягает сильно. Вы боитесь изменения? За драку и изменения можно поработать. Что она? Что она для вас? Напрягает сильно. Сильно его поведение. Чем? То есть, видите, опять, не желание брать ответственность. Вас напрягает, но виноват он. Сами, сами посмотрите на то, почему вас напрягает это. С чем это связано? Вы не катитесь. Сейчас я не рядом с ним. Его постоянно теперь зовут гулять. И что? Хотя меня никто не зовет. Ну, здесь вы почему-то сравниваете себя с молодым человеком. Как-то не очень понятно. Если вы не рядом с ним, то зовет гулять его окружение. А у вас больше этого окружения нет. Ну, если у вас нет окружения, то это вопрос к вам. Да? Почему у вас его нет? И что вы можете сделать для того, чтобы оно было? Если я в городе, то же никто не предлагает провести время в компании. А вы сами предлагаете? Почему? Почему у вас такой вот, эм, как будто бы ожидание того, что вам что-то предложено? Что мне с этим делать? С чем? С чем делать? И чтобы что? Что? Я вот сделал жить постоянно в стрессе. Ну, стресс представляет из себя тревожность. Тревожность представляет из себя недоверие опять же своим чувствам, чувствам. Да, имея какой-то результат, да, имея последствия, да, возможно, теряя людей и так далее. Вы предпочитаете угодить всем. Ну, в итоге получается, что вы живете в постоянном, в постоянном стрессе, в постоянной тревожности и, что самое главное, в отсутствии контакта с самой собой. На этом все, эм, я бы сказал, что проблема решаема, нужна психотерапия. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.